Do you know you're all my very best friends? Ух, аж слезу пустить можно. Что ж, вышел трейлер к девятому сезону, и он выполняет свою функцию в виде заинтересовать и вызвать эмоции. Заинтересоваться я уже успел после затемнения экрана в финале восьмого сезона, поэтому мой интерес подогревался небольшими подкидками от Hasbro в виде тизера и сегодняшнего трейлера. Возможно вы догадались по моему последнему видео о том, что тизер оставил меня по большей части в недоумении, чем в восторге. У меня было много вопросов, на которые я уверен, нам бы вряд ли смогли вот так вот сходу ответить. Ну вот вышел трейлер. Первые часы он меня захватил своей эмоциональностью, но спустя ночь я понял, что-то здесь не так. И сейчас я бы хотел поделиться с вами моими мыслями. Вместо того, чтобы убавить темп и хотя бы попытаться немного объяснить нам, что, как и почему, они подкатывают нам еще больше сюжетных линий, которые я уже сомневаюсь, что влезают в первый двухсерийник. Не, правда. Сомбра, Селестия уходит с поста, утвайки депрессия, атака от Сомбры на Кристальную Империю, подготовка Шайнинга, Армора и скорее всего Столпов к войне, и новая Майн Сикс тоже будет играть какую-то роль. То есть, камон, постойте, слишком много для 44 минут. Хасбро не всегда справлялись с одной темой, а тут их уже как минимум шесть. Я просто боюсь, что по всем этим темам будут прыгать экспронтом и выделяться на каждую по 5 или 10 минут, хотя темы очень даже интересные. Иииии, Хасбро взяли очень и очень сложную тему. Она отталкивала людей, умеющих писать историю, ибо она была слишком сложной. Но очень привлекает своей эпичностью маленьких и даже неопытных писателей. Тема передачи бразды правлений Твайлайт. Не, можно было догадаться, что это рано или поздно случится, но тема реально очень сложная. Как Хасбро нам это преподнесет? Куда денутся принцессы? Как повлияет на Твайлайт проблемы правления? А что самое главное, какие это проблемы будут? Достаточно ли их будет для понимания масштабности? Конечно, я не против таких нововведений, но опять же страх того, что они могут все это запросто просрать, есть. Ну и школьники? На самом деле я был рад их видеть. Аааа, как же я по ним скучал! Школьники, почему им так рад? Привет, ребята! Но для таких больших тем и невероятных поворотов, они здесь смотрятся лишними, как бы сильно я их не любил. Хотя, есть там небольшие намеки на то, что типа дерево не погибло и скрещилось со школьной шестеркой. Может это как-то будет рассказывать тему погибшего дерева? Ладно. Есть еще куча чего, что происходит в трейлере, что можно обсудить, но это не совсем то видео, где я буду полностью делать анализ. Для этого мы планируем с одним товарищем сделать отдельный ролик и проанализировать полученную информацию. Не одному же все это делать. Если кто-то хотел узнать мои мысли по трейлеру, можете уходить, ибо сейчас я расскажу, как все настолько четко у нас получилось с MLPшным марафоном. Прикол в том, что MLPшный марафон начался в 5 ноябре. И, как вы знаете, я всех обманул, что в 3-те у нас был пересмотр, ибо мы с Костром решили начать стрим из понедельника. И по расчетам кончится 5 апреля, причем 9 сезон начнется 6 апреля. То есть как бы все идеально так вышло, как будто все было рассчитано. MLPшный марафон был сделан для того, чтобы сократить время Хиатуса, и провести это время с весельем. И практически, когда официально кончился 8 сезон, мы начали делать стримы, и прям день в день мы попадаем на начало 9. Просто хотелось бы вам рассказать о таком забавном совпадении. Что ж, так вот. Меньше месяца осталось до начала последнего сезона. В общем, всем пока и удачи. Дуриченко! Заканчивается все 3 апреля. И 6-го начинается. В 11.30. Точнее, здесь 30 по 11.30. Идеально. Идеально заканчивается MLPшный марафон.